Мы задаемся на этой программе вопросом, кто такой журналист, определяем какие-то критерии, разделим, да, что если получил, он профильное образование не получил, или еще какие-то там вопросы, там посещал какие-то курсы, семинары, я не знаю, неважно. Вы понимаете, основным критерием должен быть, наверное, вот интересен ты или не интересен, да, цепляет это кого-то или нет, есть у тебя аудитория, которая тебя читает, тобой интересуется, следит за этим, как-то происходит ли обратная связь, коммуникация с ним, вот это важно, потому что ключевое должно быть просто талант, да. Понятно, что есть стандарты, понятно, что есть правила игры, понятно, что есть внутреннее профессиональное сообщество, которое так или иначе корректирует тебя, для этого не надо иметь членский билет, НСЖУ или еще чего-нибудь, есть профессиональное сообщество, есть, ну, в кавычках, там, медиатусовка, там, как угодно можно назвать то, что это происходит. И вот талант это ключевое, но совсем не то, что приходит какой-то важный дядя с пиджаком и с гамстуком и где-то там говорит тебе, ты не журналист, я тебе не буду отвечать. Что это за ответ? Это уровень там мэра полумиллионного города, он наделен правом определять, кто журналист, а кто не журналист? Наверное, нет. И поэтому я вот абсолютно согласен даже с Игорем Похом, с тем, что он писал. Мне тоже очень важно, почему эту дорогу для Гройсмана постелили, почему ее, этот асфальт, стелили в луже после дождя. Мне тоже очень важны все вот эти вот необходимые электронные сервисы, которые так и не заработали за более чем полтора года работы этого городского совета, ну, или чуть меньше. Мне тоже это очень важно, но я бы хотел об этом спросить мэра города, я бы хотел об этом спросить его на пресс-конференции, которая последняя была в июне 2016 года, сегодня июнь 2017 года, целый год не проводить пресс-конференцию, ничего не говорить, это странно. Поэтому, конечно, внимание прессы и журналистов, оно привлечено к тому, что человек в рабочее время, вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы или заниматься этими вопросами, занимается то ли лазанием по балконам, то ли беготней от полицейских. Вот мне хотелось бы спрашивать от чиновников на пресс-конференциях, открытых об этих вопросах, вместо этого мы почему-то слушаем, заместитель мэра обсуждает, что делать журналистам, как правильно или неправильно. Я понимаю, что его пригласили на эту программу, но я бы хотел на пресс-конференции, например, Антона Турупанова спросить, а почему уже сколько полгода или сколько месяцев не назначен начальник управления транспорта? Или спросить, а почему вы берете кредит на покупку новых автобусов, когда у нас в конце 2016 года 180 миллионов не потрачено, у нас нет денег? Я хочу задавать вопросы чиновникам о профильных проблемах, вместо этого мне приходится искать информацию самому, писать запросы, проводить расследования, а потом мы виноваты, потому что именно мы все это вскрыли, показали, а у людей обманутые ожидания. Они-то думают, что мэры и все остальные все время работают. Оказывается, нет, мазывают по банконам.